Ну что же, друзья, продолжаем. Я занимаюсь еще нарезкой стримов, так что мне надо потом будет знать, где что. Так, да, город, куда свалила дочка Уэллса, ну это, по-моему, тот же город, а если не тот же город, то там все равно коридор и какая-то занюханная улица. Так что, кого это волнует. То есть, ну, локации как-то мелко. Готэм хотя бы был пока там, даже если действие проходило там в Темном Рыцаре в Готэме, да, по крайней мере, это был большой город. По крайней мере, можно было на разные места этого Готэма посмотреть. А тут как бы получается довольно-таки дурацкая ситуация, то что вот вроде и город, а вроде как мы наблюдаем. Большую часть времени, либо какие-то рандомные улицы, абсолютно рандомные, то есть это абсолютно неинтересные улицы. Либо это не менее рандомный Старлапс, там полторы комнаты. Тоже как-то надоедает. Знаете, за два сезона задолбало. Не знаю, короче, вот сначала меня разочаровал стрела. Я ждал, ждал хоть что-нибудь от Барри Алина, потому что он все-таки был еще... Ну, Флэш клевый, быстрый, все дела. Вот, но, видимо... Видимо, нет. Видимо, не в этой жизни. Он меня разочаровал, очень сильно разочаровал сериал. Ну, то есть, не смертельно, конечно. Но я на него рассчитывал. Я думал, что вот это-то будет интересно. Это ж Флэш. Я ж никогда ничего не видел про Флэша. Он же прикольный, он же быстрый. Ну, то есть, это не какой-то там Бэтмен скучный с его глупыми кулаками. Который просто всех бьет в лицо, и они засыпают. Это Флэш. Флэшу, кстати, не хватает кровищи. Капитально. И мата. Не то, чтобы я за кровищу и мат в сериалах, но не хватает. Ну, например, у Карателя получилось. К Карателю это определенно идет. Ну, правда, там и супергерой. Ну, то есть, он даже не супергерой, по факту. Он такой, ну, он типа антигерой. Блин, это очень странный остров получается. Соник. Причем тут Соник. Нет, он не круче. Он медленнее намного, по идее. Даже с кольцом, с этим, о господи, с изумрудом хаоса даже он медленнее, по идее. Хотя, не знаю, я уверен, в интернете есть какое-нибудь видео, которое объясняет, кто из них шустрее. И причины. Ну, в своей вселенной Соник вроде самый шустрый. А у Флэша таких же... Да, может он там единственный быстрый, я, если честно, не в курсе. Так, ну, вот тут получается неплохое место. Зато он ёжик. Неважно. Хотя, вот то, что он не аутист, как Барри, это очень важно, по-моему. Да. Что-то с четверными ботами. Ну, ладно. Мои познания по ежам, и в частности, по Сонику, они весьма ограничены. Ну, просто спидстеров, судя по тому, что я видел на Ютубе, их там просто дохрена. Каждый второй спидстер. Но не каждый чувак с суперскоростью является спидстером. То есть, многие очень быстрые, но не все спидстеры. Супермен, по-моему, не спидстер. То есть, спидстер, это по факту тот, кто использует силу скорости, вот этот спидфорс. Но кто-то, видимо, своими ногами может ещё так двигаться. Ну, и, как правило, у них у всех там молния на груди. Пару тянок имеют в комплекте. А, кстати, высокотехнологичная дверь, которая вела в секретное убежище первого Уэллса. Да, для которой, помните, рукой трогает, а такой чук-чук-чук-чук-чук раздвигается. Там ещё Гидеон стоит. Да, вот эта супертехнологичная дверь, которую невозможно открыть, которая даже не видно, и она настолько круто маскируется, она, грубо говоря, ломается, если её коротнуть немножко. Да, потому что так работают высокотехнологичные вещи из 30 века. Они очень заумные, но если коротнуть, то песец. Я не знаю, как это работает, я не знаю, какого хрена. Но это они так объясняли, почему эти чуваки выбрались. Да, такое себе объяснение. Не находите? Просто, эй, нас ждёт сюжет. Давай-ка выберемся из этой штуки. Да, давай выберемся из этой штуки. Да, они выбрались из этой штуки. Так, Extreme Heels. Это всё ещё Extreme Heels. В Sonic Heels вообще всё мог носиться вслед за Sonic'ом с его же скоростью. Так, где тут есть... Ещё Planes. Так, Planes тут, Planes. Да, ё-моё. Extreme Heels, Extreme Heels, Planes. Так, он, походу, уходит вот туда. Короче, делаем остров. Я знаю, куда он идёт. И мне незачем следовать точным контурам. Ну, как, точный контур мне нужны были. Вот такой вот островочек получается. Теперь надо траву поднять. Ай. Чёрт, моё лицо. Что я делаю и зачем? А сейчас поднимем туда землю с травой. Уже подготовленную. И будем ждать, пока там коровки заспавнятся. Коровки, овечки и прочая срань. Так, мне нужны также мечи. Мне нужна кирка ещё. Ну, так, чисто на будущее. Даже две. Так, ну и топор. Наверное, не нужен. Так, мне понадобится сейчас земля. Я тут её уже предварительно надюпал. Ну, кто знает, кто был в начале стрима, тому я уже всё объяснил. Так, как бы так. Нет, мне ещё снег нужен. А то я... Блин, голуби под окнами. Блин, почему мой стрим досят птицы? Ночью какие-то, блин, не скворцы, а как слоги летают. Дурными голосами. Блин, как круто иметь здесь землю. Вы не поверите. Хотя, вы можете поверить. Просто когда ты понимаешь, что земля у тебя, в принципе, не ограничена... И она не та, чтобы нужна, но она не ограничена. Просто приятно осознавать этот факт. Приятно осознавать, что ты можешь сделать что-либо. И при этом... Не придётся... Страдать. Если ты потеряешь хотя бы кусочек земли. Так, ну что. Расставим факелы. Я не знаю, сколько времени на это потребуется, если честно. Как-нибудь так. Потом надо будет поменять и контур в том числе. Но пока она поднимается... Этого делать нельзя. Нет проекта со своим голосом я... Не придумывал, не обдумывал и даже не представляю. На озвучку как-то звали, но что-то как-то всё не срослось. Так, ну... Так, ну... Давай. Такой вот островочек получится. Так, всё-всё-всё-всё нужно заполнить. Насколько хватит земли. Ну, я не буду прям всю землю ухандохивать туда. Это просто не нужно. Так, чтобы немножко ещё осталось, надо сделать. Ну, в принципе, здесь не так уж и много земли уйдет. Я думал, гораздо больше. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, и всюду-всюду-всюду-всюду-всюду хватило. Желательно также ещё сейчас сделать... Да мы, наверное, и сделаем с вами это. Небольшой заборчик тут. Так, пусть ща и растёт Странно, вот иногда ты ставишь блок земли Он бам и оброс А иногда ты ставишь блок земли И он нихрена не обрастает травой Особенно, когда тебе это нужно Так А, первая часть стрима сегодня была не очень весёлая Тайё просто Зато дальше будет веселее Я имею ввиду на скайблоке Зато теперь будет над земляной остров Так, мне понадобится Благодатный дюб Я подумаю Так, мне понадобится забор Мне понадобится Я думаю просто забор Не буду я делать никакие перила Ну, в смысле, не буду я делать никакую обводку блоками Если что, всегда это можно сделать Так Так, ага, вот это вот По-моему, вот Так Да Жалко доски нельзя крафтить Из палок Та ё-моё Сейчас я занимаюсь строительством острова Который будет служить мне фермой До поры до времени Так, сюда убираем Ещё у меня на ферме Курс горает лут В лаве На воронке полублок Играя на версии 1.8.9 Баг какой-то Возможно Возможно Это просто баг Попробуй другие фермы Ну, то есть Если ты уверен, что всё правильно построил То это То это точно баг Так, мне бы вот Так, вот, наверное, ещё Да, блин, что у меня стул опять снижает Фарминг симулятор Я играл Сначала было прикольно Но Спустя какое-то время Я понимаю, что Разработчики этой игры Довольно-таки сволочи Потому что они берут Хорошую идею Реализуют её никак За что я их терпеть не могу Ну, то есть Игры хорошие Как бы В задумке Но им очень не хватает Качества Очень не хватает качества Им не хватает какого-то одного проекта То есть Если вы посмотрите У этой конторы Да, у них есть Там Симулятор лесоруба Симулятор грузчика Симулятор вот этого Симулятор вот этого Вот если бы всё это было одной игрой Да ещё и мультиплеерной Да, с какой-то одной клёвой целью Было бы куда круче А так Довольно-таки Разрозненная штука получается То есть Он сам по себе Вроде интересно А вроде И делать там нечего Хотя я видел даже стримы По этой игре У людей там Тип колхоз Я хотел спросить За кой им сдался Вообще Этот колхоз В игре Но Я решил что Судя по голосу Там были дядечки Такие взрослые Ладно Взрослые дядечки Наверное знают Толк о развлечениях Вот Какое-то время Я бы тебя в нём провёл Да Действительно было интересно Но делать там Решительно нечего Развлеки себя сам Причём развлеки себя сам Исключительно по Ну представьте Если бы в майне Были только фермы Примерно так Когда ты сначала Сажаешь урожай Потом ты собираешь урожай Сажаешь урожай Собираешь урожай Сажаешь Собираешь Сажаешь Собираешь Купил новую машину Купил новые поля Чтобы сажать И собирать еще больше урожая Что, опять же, прикольно, но Высшая цель где? А высшей цели нет Никакой Так, у меня лопата сломалась Лопата поломата Оки-доки Так, мне надо бы поспать Но перед этим надо бы подсветить все тут Где в скайблоке достал землю? Очень просто, дюк-машина Это уже на совести На совести вас, меня и Кого угодно Это не играя на сервере Для повернутых Фарминг симулятор, да нет, он клевый Нет, на самом деле Будь там какая-то общая цель Можно было бы в это играть То есть я бы даже это стримил С подписчиками Если бы там была какая-то цель Кроме как заработать денег Чтобы заработать денег А так Ну, да, иногда кому-то прикольно Кто особо в игры не играет Там, возможно, там Ну, 40 плюс лет, да Если Мужик с работы пришел Он не хочет идти в танчики Он идет, играет в это Ну, вот разве что Разве что для такого контингента Примерно для тех, кто играет Во всякие Довольно-таки убогие игры для Nintendo Wii Потому что У Nintendo сейчас политика такая Игры для тех, кто раньше никогда не играл в игры Ну, там, за некоторыми исключениями Но любят они это делать Я думаю, что отрицать никто не станет То есть, когда игры простые Какие-то некоторые Некоторые игры примитивные Некоторые даже можно назвать там отсталыми Ну, вот Как бы на определенную аудиторию Не рассчитано Но скилловый геймер туда не пойдет То есть для него это просто Какое-то оскорбление Не игра Очень много ресов Нет, это сингл Я хотел пойти на сервер Как бы Но что-то как-то сначала не нашел А когда мне уже ткнули носом Типа, вот, чувак, смотри, сервер Вот, тогда уже было Как бы поздно Я уже здесь достаточно развился Чтобы начинать играть снова Вот, ну и опять же на сервере Дюб запрещен А все мы любим нарушать Особенно, когда это ставится Только на вашей совести Ну, вот, арест на скайблоке Легко добывать Достаточно Второй раз я тут не упаду Ауч Блин, такие пролаги бывают Постоянно Так, сейчас еще пойдем посмотрим Что у меня по ресурсам осталось Так, ну и трава потихоньку ползет наверх Так, оставим здесь так, все Я просто хочу потом снег убрать Аккуратненько Мне лениво потом выяснять этот край Оп А кто-то играет в Sky Grids Keep Inventory Серьезно? Казуалы Ну, то есть ты идешь на карту Где главным твоим врагом является падение в пропасти Ты оставляешь свой инвентарь Просто сейвишь его, можно сказать, читами Довольно-таки уныло Если кто-то так делает То это Это, конечно, неплохо Человек сам волен выбирать, что ему делать Но это довольно-таки уныло Я вам скажу Ну, то есть да, в SkyBlock'е тоже неприятно терять ресы Когда ты падаешь Но это же главная фича По сути SkyBlock, да Да, тут можно упасть Да, тут можно потерять все ресы Да, это будет чертовски обидно Ну, там, кроме ведра То есть если я могу восстановить ресурсы без проблем То я не буду себе их ни читерить, ничего Ну, кроме ведра, пожалуй Ведро на начальной стадии Я все-таки себе раза два или три Прорисовывал, прописывал Потому что без ведра здесь решительно невозможно Вот А до фирмы железа еще было как до Китая Так что я думаю, что я буду делать Джаба Почему его ник должен быть Оскорблением Обама у нас Да у него ник Обама идиот Но Политоты за ним замечено не было Так что Остальное Меня не волнует У него может быть любой ник Конечно человека с ником Гитлер Я бы наверное все таки попросил бы Но В данном случае Меня это не беспокоит Блин Вот темно будет под островом Темно Интересно сколько времени нужно чтобы получить целый сундук земли Если за час получается порядка 8 стаков Можно кстати поставить побольше Хоперов Может быть сюда потом свой дом Вообще я не знаю Может потом все сюда перенести А что Прикольный островочек получается Жить на равнинах Хотя дом я сюда хрен перенесу Надо же его Либо вручную переносить Что просто капец Либо что еще больше капец Переносить его читами Вот на это я пойти не могу Так Откуда столько земли Надюпал Надюпал Что и обидно Блин Я постоянно думаю об этом Что вот Да Земли много Да У меня есть куча Вот земляной остров А толку от этого Практически ноль Толку ноль То есть Можно с тем же успехом подождать Пока вот на этом острове Заспавнятся там какие-нибудь курицы Или коровки Или типа того И все То есть все Буквально Просто это займет больше времени Почему дюбать можно Крафтить землю С гравия Ага А сейчас ты мне расскажешь Как ты достанешь гравию В скайблоке Приступай Я не слышу А знаешь почему? Потому что у тебя нет гравия В скайблоке Да Я мог бы дюбать гравий Да Я мог бы Крафтить из него землю Но нет Я не могу этого делать Потому что у меня нет гравия Это был план А Скажем так А теперь план Б Это план Д План дюб Да Здесь есть У панды есть дюб машина Которая использует Энд квартал Которая использует Спаун чанки Которую можно Даже было бы здесь построить Если напрячься Потому что там Там просто поршни По сути Передвинуть Но у меня нет Двух вещей И две из них Я не могу достать здесь Без Без Использования читов Да Напрямую Без прописывания Чего-то Это во-первых Гравия Во-вторых Это эндерпортал Потому что эндерпортала Тут нет Просто нет Он как бы есть Но он находится На материке В аду что Гравия нет На материк Ходить запрещено В том числе и в аду По факту Если ты идешь на материк Ты нарушаешь правила И если ты дюпаешь Ты не нарушаешь правила Потому что Ну Про богаюз Там ничего не было написано Ну Спать-то я буду сегодня Нет Игра Че И еще одна вещь Которую я не могу достать Это Соулсенд Что тоже было бы полезно Но увы Нема Так Кстати Пойдемте проверим Ферму слизней Пока я там бегал Она по идее Должна была Работать Заодно ферму железа Еще чекнем Я не знаю Она работает или нет На таком расстоянии Но по идее Должна По идее О Три с половиной стака Почти три стака Три стака О Некоторое количество Слизи там еще валяется Да Оно идет Оно работает Что реклама Пошел вон отсюда Так Кто-то мне утверждал На прошлом стриме Что оно плохо работает Нифига Нормально работает Так Надо что-то придумать С этими С этой слизью Что-то веселое Надо будет придумать Может быть Какий-нибудь Какой-нибудь Механизм Я даже не знаю Даже не знаю Что можно придумать Ну точнее Я знаю Что я мог бы Наверное Построить Наверное Мог бы Может быть Но скорее всего Нет Потому что Потому что Какие-то ограничения Ввиду отсутствия Там блоков Определенных И да Она работает Сколько я тут Час бегал Да Она Плодила Мне полтора стака Довольно-таки Мало Но я не знаю Размножались ли жители То есть Возможно Вот это работает А вот это не работает Или наоборот По идее Им еды И всего остального Должно хватать Милсон Мэджик Привет Слизраё Это змейка Который играл Она чудовищно лагает То есть Она мало того Что пингует Так она ещё и лагает Как бы Играть Ну большинство отзывов Которые я видел Это Играть прикольно Но лагает Поэтому нет Вот И я не исключение Для меня это то же самое То есть С одной стороны Вроде как интересно Вроде как Челлендж даже Где-то есть С другой стороны Хрен поиграешь По-человечески Блин Ребят У нас там сколько Трое По идее Я эти Айо игры Не очень люблю Они слишком Простые Какие-то Так Теперь осталось решить Что вот с этими местами Делать Так Ну я думаю Что мы сделаем Эм А Ну да Я же Чё-то Как бы с полутора стаками Не ухнуться Сделаем Как-то вот так Наверное Чё Снизи землей Пускай летит У меня её Бесконечное количество Ну Гипотетически Так Давайте наверное здесь ещё поставим Так Чтоб я когда поднимался Чтоб здесь всё было безопасно Главное Чтоб креперы потом здесь Не заспаунились Чисто случайно Надо пусть пока так будет Надо будет потом подправлю Руки-доки Так С той стороны наверное Хотя нет Надо доделать Чё как-то Полумерами Обходиться Оу Спуск-то какой Клёвый Прям ват Так Вниз А Вроде Как-то И не нужна Надеюсь здесь Никто не будет Спавниться Которое мне нужно Это Совершенно другое Количество От того Которое у меня есть Так Кстати там Кусок валялся Один Два Это знаете Вот как С фермой Слизней Она вроде И нужна А вроде Как-то И не нужна Надеюсь Здесь никто Не будет Спавниться Так Дальше Дальше Крафтим заборчик Нужно ещё Немножко Надо посадить Уже дубы будет Либо Так Стоять Либо Не сажать Дубы А уже Сделать Сразу Ферму Дерево Не автоматическую Конечно Автоматическую Не сделаешь Без Визор Скелетов Ну точнее Без Без самого Визора Без Соулсенда Да и Честно Не хочется Как-то Если здесь Ставить Визора Если он Не дай бог Вырвется Крушить Будет Практически Нечего Поэтому Он пойдёт Дестроить Мой остров Любовно Выстроенный По-моему Это слишком Жестокая Потеря Для меня Так Я так чувствую Мне снова Не хватит Немножко Да Блин Биом Очень ровный Вот с этой Стороны Вот тут Очень Правильно Здесь я его Сам делал Всё Отбой Ну вот здесь Вот ровный Биом Более-менее Очень кривой Вот здесь Вот везде Левел Ни для чего Не нужен Так Пиписьками Померится Лост Пока не знаю Что будет После кубов Я не рассчитал С землёй Кстати У меня не хватает На вторую часть Вторую часть Моей задумки У меня конечно же Всё записано Где-то И Так Нет не здесь Да вот здесь Вот ферма слизней Кстати Котова На дюп от земли Для фермы У меня записано Да Передвинуть ферму жителей А ну и передвинуть ферму жителей Можно и остров создать Так что Остров создали Но земли не хватило Я думал Что он будет как-то Ну я думал Что этого количества земли Хватит на Больше На 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 больше Вот Моя родная русская речь Кстати вот здесь тоже Надо будет землю потом сделать Мы наверное В итоге Поставим с вами Пром-машину Такую Большую Ну дюп машину Просто промышленных масштабов Которая будет дюпать мне кучу земли Низачем Просто Просто Мы кстати можем удвоить ее Прямо сейчас Давайте это сделаем Я Еще раз Я не Буду дюпать Железо Например Я могу это делать Я не буду это делать Логично Нет Зато честно Насколько вообще Может быть честен Дюп Да Еще 16 Лост А чего ты ждешь Собственно От стрима Сегодня Сегодня Такую игру ты хотел бы увидеть Мне просто интересно Не значит что я в нее сейчас побегу играть Но мне интересно Я не знаю Я думал сегодня поиграть Может Аграрин Скайз Или что-нибудь Типа того Но Я если честно Думал об этом В 5 часов утра Поэтому 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 Как-то не решился Ничего скачивать Потому что Я если честно Полный дуб В модах Но я думаю Что это будет занятно Достаточно Смотреть на человека На человека Который полный дуб В модах Оп Ну Когда профессионал делает Чувак Когда человек знает Он как Томаса смотрел Он знает Что он делает На него Не то чтобы скучно смотреть Но я думаю Что вот с точки зрения Косяков каких-то Он далеко не такой веселый Потому что Он не косячит Человек знает Что делать Человек знает Что из чего добывается Что есть люди Такие как я Которые нихрена Не понимают В модах Но все равно Прутся в них играть На то Я просто думаю Что надо какую-то еще Карту взять Периодически поигрывать Но я не знаю Мне надо с модами Разобраться Враст Я бегал И кричал Вуп-вуп-вуп Это все что я Все что меня веселило Врасте И веселье кончилось Через 3 минуты Вот Ну потому что там Я не знаю как сейчас Но тогда там все бегали голые И поэтому Чувак Бегущий по лесу И кричащий Вуп-вуп-вуп-вуп-вуп В громкую связь В эту В местную Вот эту вот Войс Это Люди ржали Людям было весело Мне было Окей Так Мне нужен рычаг За который я буду дергать Осу Причем тут осу Одессе Айзек Ганжин Быть может Тахота Я думаю что я задолбаюсь К концу стрима И уже не буду адекватно Соображать на Black Sea Odyssey Факторио Факторио не играл Я знаю про эту игру Но у меня пока честно До нее не дошли руки Абсолютно Вот абсолютно не дошли руки Я знаю что это вроде как клевая игрушка Вроде как она людям нравится Но вот Честно вот просто не доходит руки в нее поиграть Как бы странно это не звучало Я знаю про эту игрушку Кстати, а почему вы про ОСУ-то вспомнили? При чем тут ОСУ? Мы уже вчера обсуждали, по-моему, ОСУ И я уже говорил, что я давно не играл Прямо вот давно-давно Я, в принципе, могу в ОСУ, конечно, зарубиться Но это не то, во что я хотел сыграть Достаточно хренов мой скилл на данный момент Чтобы пытаться что-то изобразить Мне кажется, рычаг тут пролюбил Я думаю, гораздо проще найти тех, кто смотрит Игру Престолов Чем тех, кто не смотрит Но если тех, кто не смотрит, то вот он я Давайте объединяться в элитный клуб, что ли Так, здесь мы все сделали с вами Так, теперь мне надо поставить линию из блоков Вот здесь Вот здесь Так, вроде работает. Так, отлично. Буду пошел по Калининграду гулять. Мысленно. Как обычно, лост. В чертогах своего разума. Привет, куки-пай. Так, здесь где-то должно что-то подъехать, я уверен. О, снежок. Отлично. Так, ну что. В принципе, машинка готова, да. Она удваивается достаточно легко. Google панорама же. Есть игрушка, кстати, где тебя выкидывает на карту, и тебе нужно найти место, которое тебе выкинуло. Тоже типа Google карты ходишь там, смотришь. Всякие таблички выискивать. Номера у машин замазаны, поэтому жопа. Вот, но если угадаешь место, куда тебя выбросили, то получаешь очки. Такая. Время убивалка. На ночь, на вечер. Рекомендую. Даже в некотором роде. Так. И пока я тут тусовался, у меня набилось еще 19 железа. Здесь надо будет потусить побольше. Подольше. Ярик. Я думал, кто-то про Яру что-то пишет. Я еще подумал, что... Причем тут Яру. Так. Железо забираем. Оно мне не нужно здесь совершенно. Также мне не нужны здесь факелы. Хорошему весь сундук надо опустошить. Он же для каблы, черт возьми. Так. А это ферма рыбы. Надо будет ее потом восстановить. А это... Ни херна не ферма. Это просто так. Так. Оставим здесь вот это, пожалуй. Так. А, ну у меня здесь есть. Немножко бревем. Так. Сейчас я заберу. Что там с Германом ДС? Не потестили еще. Он вечером приедет. Потестим. Я бы уже начал играть. Я бы уже, наверное, прошел его раза два. Блин. Нас подставляет Dark Souls. Блин. То, чего мы вообще подставы не ждали. Он не хочет работать конкретно в коопе. Надеюсь, те, кто смотрит этот эпизод на канале, уже дождались новых серий Dark Souls. Хотя сейчас, по-моему, никто Dark Souls смотреть не будет, потому что он везде. Просто когда игра выходит, как Fallout 4, когда он был везде, народ просто приходил и говорит, господи, слава богу, у тебя не Fallout. Там, когда GTA 5 выходил, то уже слава богу, у тебя не GTA. Люди сначала такие, о, прикольно, новая игра. Потом она... Потом оказывается, что она не только на одном канале, а вообще на каждом канале в этом... на этой планете. Людей это бесит. Вполне себе оправдано. Ну, ждём, ждём фиксов. То есть он натурально, он вот в одиночке не лагает. В одиночке, что у меня, что у Яру, стабильные 60 фпс. Заходим в кооп, то есть как только он ко мне коннектится, либо сразу выбивает, просто сразу. Ну, там, 2-3 минуты. Либо когда к нам вторгается в тёмный фонтан. Ну, то есть, представьте себе, играть в коопе, естественно, дожрать уголь. И не иметь возможности, ну, бояться, что к тебе кто-то вторгнется и вас разъединит. Когда фантом вторгается, это буквально минута и всё. То есть мы даже убить фантома не успеваем, нас дисконнект. Только в коопе. У Яру, ну, это выкидывает как бы из-за Яру, потому что у него выкидывает, ну, падает фпс до 10, до 10, до 15. Когда мы дошли до дерева с яйцами, у него вообще фпс упал до 4. Вот, у него слайд-шоу было, и к нам вторгся фантомы, и нас разъединило. Вот, а у меня фпс в эти моменты проседает до 30. То есть у меня оно... Это какая-то программная проблема, это не проблема железа. Вот, и, ну, с моих вот с 60 до 30. И фпс у меня, даже если он не просаживается куда-то в красную зону, даже если он меня, в принципе, не выкидывает, да, из, ну, конкретно меня из коопа не выкидывает. Я выкидывает, меня не выкидывает. Все равно фпс плавно туда-сюда, туда-сюда. То есть он дошел до 60, плавно-плавно поехал до 30, потом пошел до 60, опять плавно-плавно-плавно ушел до 30. И так постоянно. Более-менее открытое пространство. Здрасте, 30 фпс. Ну, ужасно. Просто фромы обосрались в этот раз, я считаю. И это не те ребята, от которых я ждал подобного фейла. В Ubisoft, да. В EA, да. Вернее, этот EA. От Ubisoft можно вообще ничего другого не ожидать. Я понимаю, что раньше Dark Souls тоже выходил недоделанным, мы тогда тоже играли с Яру. 20 какого-то апреля вышел второй Dark Souls, 9 мая мы сели играть. Ну, что-то около того. Но все равно фромы... Я обиделся на фромов. Нельзя так. Нельзя сначала заработать репутацию, а потом положить на нее болт. Потому что репутация, это важно. Это всегда важно. Это важнее всего. Уж кому-кому, а фромам не надо гоняться за деньгами. Вот, ей-богу. И за сроками тоже. Потому что я даже сейчас могу зайти, посмотреть. Мне просто интересно. Так. TeamSpy. Так. Dark Souls. Блин, мне не так. Да, ё-моё. Я хочу посмотреть, сколько Dark Souls'а купили. Последний раз было очень много. Прям, ну, очень. Вот, Dark Souls 3. Не знаю, почему он не находит мне его. В данный момент. В данный момент Dark Souls 3 купили 835 тысяч человек. 835 тысяч человек купили Dark Souls 3. Учитывая, что стоит он неизменно свои 60 баксов. Это просто не этим людям гнаться за прибылью. Их игру купят. Если она будет качественная, ее еще больше купят. Они могли поставить цены хоть в 500 баксов. Вот. Но в какой-то момент вот с 832 тысяч упало до 827 тысяч. Видимо, кто-то... Видимо, кто-то рефан сделал. Массовый. После... После 5-го числа. С 5-го... Да, 5-го числа нет. Уру. 2-го числа. Народ не выдержал. Minecraft купили больше. Ну ты, блин, Minecraft и Dark Souls-то не сравнил. Во-первых, Minecraft стоил в свое время всего лишь 1 бакс. А во-вторых, это долбанная песочница. Стоит она в 3 раза дешевле, если че. Dark Souls это офигенный... Офигенный Dark Souls, собственно. Он уникален. В своем роде он уникален. О, травка подбирается. Потому что Dark Souls предоставляет экспириенс, который... То есть опыт, который нынешние игры боятся предлагать игроку. Потому что... Не дай бог тупой игрок... Ну как игры думают, да? Вы идиот. И вас надо водить за ручку. Не дай бог вы умрете. Вы же... Вы же не будете больше покупать эту игру. Но у меня есть новости для индустрии. Индустрия, ты работаешь немножко иначе. Человек и сложно, равно человек радуется. Потому что... Ну потому что люди любят, когда им сложно. А когда за ручку водят... Ну это для казуалов, наверное. Хотя в Dark Souls я все-таки карту добавил, да. Потому что там иногда реально хрен пойми, что происходит. 1400. Ну да, сейчас Minecraft дорогой. Но это в связи с курсом рубля, как бы... Доллара, да. Ну... У них он как стоил определенную сумму, так и стоит. С долларом-то все в порядке. Это рубль упал. Ну и Minecraft своих денег, в принципе, стоил тогда. Там, до повышения цен. Сейчас, конечно, уже полторы штуки практически отдавать за... Minecraft это... Надо очень любить Minecraft. Но, в принципе, не дороже, чем современные игры. Сейчас многие стоят больше косаря даже в Steam. Так, остров я сделал. Ферму жителей сейчас можно будет начать двигать. Дабы они плодились и размножались. Хотя, есть ли смысл? Или отложить это уже на следующий раз. Когда я продумаю, как мне сделать сортировку жителей. А то смысл мне сейчас кучу жителей плодить, учитывая, что нужна сортировка. Я даже не знаю, где ее строить. Потому что... То, что у меня блоков нет, это как бы полбеды. Это можно сделать сейчас. Дело в том, что жителей же нужно отводить на определенное расстояние. Чтобы они не считались в популяции этой деревни. Нет, надо это обдумать, чтобы не перестраивать, мне кажется. Мне кажется, лучше отложить это на потом. Дабы не проделывать двойную работу и не платить на ютубе эпизоды, где, ой, что-то не так сделал. Потом, короче. Давайте еще три часа потратим на перестройку. Так, ну тогда сейчас чекнем по ресам, что у меня на ферму визеров. В принципе, ферма блейзов из нее получится в любом случае. До визера там будут хреново плодиться. Ну, потому что они будут разбиваться в некоторые моменты блейзом по барабану. Блейзы, они падают на замедление, так что им пофиг. Там пигманы тоже, скорее всего, будут убиваться. И визера скелеты будут убиваться. Хотя... Хотя... Можно продумать с этим что-то. Может быть, поставить там слайм-блоки. Но проблема там в том, что мне нужна куча. Куча, 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 куча. Прям вагон. Вагон ресурсов на все это. Когда у меня это будет, у меня будет куча топлива. Когда у меня будет куча топлива, у меня... Я не знаю. Куча топлива. Так. Полгодика назад, по-моему, 2 кс. почти стоил. Ну, бывает. Ну, то, что сейчас доллар более-менее устаканивается, точнее рубль более-менее устаканивается, это радует. Это уже не так жестко. Так, выращиваем дубы. Давайте сейчас попробуем зайти ко мне в креативный мир, вот, и посмотреть, что я там наделал. Так, копил Skyblock. Вот, видите, что происходит здесь. Вот, и казалось бы, вот оно сейчас как бы работает, как бы работает. Но смотрите вот куда-то вот сюда. Возможно, сейчас здесь это произойдет. Нет, сейчас оно не проходит. Обычные скелеты, да. У них нет шансов. Пигманы замедляются. А когда блейзы будут идти два в одном, что происходит довольно-таки часто. Они почему-то застревают в лаве. Ну, то есть, видимо, не хватает скорости. Они не погружаются в нее. Вот, и в связи с этим, довольно-таки стрёмно выходит. Так, давайте попробуем умрать вот это. Просто у меня нет лиан. Часто происходит, потому что... Потому что они падают с двух сторон. Вот, 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 видите, видите, что происходит. В принципе, можно здесь поставить какой-нибудь поршень, наверное. Так, чтобы потом не делать снова это. В принципе, здесь можно поставить какие-нибудь поршни. Так, ну и как-нибудь... Вот так. Ну, типа того. Только, наверное, не так, а вот... Вот, вот так. Хотя, наверное, нет. Но это более решаемая проблема. А, ну да. То есть, просто, чтобы они раз там в сеттиков срабатывали. Лаву забирать. Ну, можно диспенсера поставить, в принципе. Вот, но дело даже не в лаве. Дело даже не в лаве. Лаву мы можем убрать. Это не самый идеальный вариант. Можем попытаться поставить... Блин, надеюсь, не очень громко разрушаю блоки. Но, надеюсь, что хотя бы это слышно в этот раз. А то обычно не слышно, когда бьешь по блокам. Можно вот здесь сделать слайм-блоки. Но вопрос тогда, что будет с мобами. Так, это не нужно, это не нужно. Так, где-то у меня были хопперы. Возможно ли? Кстати. Нет, оно не засасывается. Ну, допустим, я это буду собирать вручную. Допустим. Фиг бы с ним. Это уже другой вопрос. Что будет с мобами? Блейзы, по идее, должны опуститься ровно. Ровно. То есть, они, по идее, не должны какого-то... Нет, ну... Прикольно, конечно, но это очень... Очень по-идиотски, я вам скажу. И Блейза опускается дружной толпой. Лау. Не, ну это явно замедляет ферму. Ну, хотя, может и не замедляет, конечно. В принципе, можно оставить наручной сбор, плюс вот это вот... Постоянные попрогунчики идиотские. Да и... Скажем так, после слайм-блоков скелета остаются с фулл хп. Ну, то есть... Ну, то есть, вот сюда они приедут уже недобитками. То есть, теперь да. Теперь прикольно. Блейзы умирают с одной тычки. Что не скажешь про скелетов. Хотя, вроде тоже. Но это, видимо, те, которые упали повыше. Просто оригинальная конструкция должна включать в себя некоторое количество лиан. А лиан у меня нет. Так что мне либо лианы себе читерить, либо искать какой-то выход. Ну, я думаю, что с лавой он как-то поинтереснее будет. Единственное, только вопрос, как часто мы должны... Ну, если поршни, то... Просто лава, она должна затормозить и скелетов в том числе. То есть, мне нужен универсальный способ помимо лиан замедлить скелетов. Если я ставлю лаву, да, если допустить, что там стоят поршни, которые выдвигаются и пропихивают блейзов, да, это как бы работает. Но. Всегда есть но. Но, как правило, она все портит. Но дело в том, что когда поршни выдвинуты, это мягко говоря может не добить блейзов. То есть, блейз должен... Ой, не блейз, а скелет. Скелет должен упасть сюда и получить там... Остаться с полсерца. Вот. Если он упадет на этот самый... Как бы, если он упадет еще раз жестко, помимо падения, которое у него уже было, он просто разобьется. А так он как бы падал с небольшой высоты, и поэтому не наносил себе никакого дамага. Четыре себе джунглевые саженцы. Не, ну это уже последний метод. Я хотел бы обойтись таким... Таким набором ресурсов. Так интереснее. Либо отказываться от такой конструкции, что, в принципе, разумно, имеет смысл. Но я бы хотел использовать именно такую конструкцию, потому что я ее уже построил, и придумывать, как бы, изобретать велосипед еще раз мне не хочется абсолютно. Ну, здесь вот... Разве что вот компараторов и нет, но это не беда. А больше у нас ничего и не замедляет, по-моему, мобов, кроме лестницы. Нет, лестницы не вкатят. Это слишком просто было бы. Если бы все было так просто, я бы лестницы и применил. На лестнице они падают. Разбивался когда-нибудь об лестницу? Когда ты падаешь на нее, когда ты вот так вот находишься, видишь, бам, я на нее упал. На ней является прозрачным блоком. То есть, что так вот она меня блокирует. Что с другой стороны. Поэтому... Можно было бы, конечно, попытаться развернуть все это к центру. Возможно. Но, мне кажется, работать это не будет. То есть, так, чтобы поршни были повернуты эти туда, а эти туда. То есть, пополам. И они бы затягивали вот сюда. А здесь не будет ничего. Можно, кстати, попытаться. так, стоять. так, где у меня тут супер-мышка. не знаю, как это сработает. Я, в принципе, не имел... Я, в принципе, сам все это строю. То есть, это, ну, какие-то базовые принципы, плюс собственная голова. так, переключаемся. Так, переключаемся. И как-то вот так. Так, вот отсюда, вот сюда. Да, получается так. Так, здесь... Отсюда, сюда, отсюда, вот сюда. Так, здесь поставим слой блоков твердых. По идее, вот так должно канать, но... Тут надо с таймингами играть. Так, сработает оно или нет? Вот что интересно. По идее, да, но... Видите, тут... Видите, в чем дело? Когда поршни срабатывают, они обычно... Они обычно запитывают друг друга еще до кучи. Через блоки. Что уже далеко не так круто, как кажется. Так, ну... Давайте посмотрим, к чему это приведет. Потому что ловить их в один блок, в принципе, гораздо проще. Да и вот это вот. Да ты вот это вот. Куча ресурсов, не надо. Вот, но ставить мы будем в любом случае не сейчас, потому что это все равно много работы. Так, что-то пошло не так. А, ну да. Оно должно срабатывать гораздо чаще теперь. Хотя оно, наверное, вообще работать не будет. Я знаю причину. Оно не будет работать. По крайней мере, вот в этой части. То есть, оно как бы может работать, но это гораздо более медленная конструкция и надо ее усовершенствовать в любом случае. Не, надо думать над ней. Я пока... Я пока не готов строить в скайблоке то, что работает настолько нестабильно. Вот. Но мы ее построим. Мы обязательно ее построим, когда я дойду, в общем-то, до того, как ее лучше сделать. Нет, паутину не достать. Паутину можно было достать. Я все равно бы ее не использовал, потому что через паутину, ты помнишь, сколько моб пробирается? Там, блин, посидеть успеешь. У меня об лестнице будут убиваться. Да. А что мне еще осталось на сегодня? Так. Ну, для фермы визор скелетов тогда она пока что отменяется. Найдю под земли до ферм. Это я сделаю после. Передвинуть ферму жителей. Да, давайте этим займемся сейчас. Сколько времени это прошло? Сейчас. Блин. А, нет. Это мы тоже откладываем на следующий раз, потому что... Ну, остров я создал, да. Остров я создал. Тогда давайте на сегодня мы уже закончим со скайблоком. Раз уж я дурака не рассчитал количество земли и силу земли не рассчитал. Вот. Придется сделать, наверное, так. Вот. На следующем стриме у нас будет уже больше земли. Мы займемся постройкой, наверное, всех ферм. То есть, следующий стрим по скайблоку будет... будет достаточно продуктивным. Мне есть... Мне нужна ферма тростника, ферма пшеницы, ферма картофеля, ферма моркови, которую надо достать, между прочим, все еще. Вот. И, возможно, ферма золота и чего-нибудь еще сделаем. Вот. На все это нужно железо, на все это нужно землю, потому что все это работает на жителях. Будет сделано так, как у меня сделано это в сингле, но, естественно, где-нибудь вот тут. Ну и дорожки, дорожки, дорожки. Кстати, я написывал или нет, я не написывал или нет. И надо будет еще сделать вот здесь систему сбора лута. Как-то сегодня, блин, слишком коротко получилось с Майнкрафтом. Да, если вы смотрите это на Ютубе, обязательно подписывайтесь и ставьте пальцы вверх, а мы со стримом продолжаем чего-нибудь сейчас придумаем, во что еще поиграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!